Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас снова на наших разборах на банке. Третий тур завершился вчера. Новости на прошлой неделе тоже пришли про белорусов и про белорусов киев-футбол. Поэтому с удовольствием обсудим все это вместе с вами. Традиционно с кем мы обсуждаем? Это Никита Лычев. Телеграм-канал отдал, закрылся. И сегодня у нас в гостях в качестве эксперта, в качестве футболиста, поигравшего, повидавшего. И, конечно же, человек, который может рассказать немножко больше из внутренней кухни, футболиста, а теперь еще и тренера. Главного тренера медийной нашей команды. ФК или МФК, как вы правильно, Демедиа. Демедиа и все. Что там дальше еще эти ФК, МФК, АФК, ЛФК? Да, главное, чтобы ЛФК, Демедиа не было. И тренер с Дюшор Динамо, правильно? Пока запомнил. Тренер Демедиа, Никита Вукаткин. Никита, привет. Рады тебя видеть у нас в студии. Так, пацаны, ну что, как дела? Рассказывайте, что за неделю нового, интересного, кроме белорусского футбола произошло? Никит, вы как минимум, да? Я такой спросил и забрал сразу. Никит, ну сначала к вам. Вы узнали пятого соперника в группе в МФЛ, правильно? Узнали соперника, сыграли товарищескую игру, то есть мы продолжаем плановерно готовиться к сезону. Уже сейчас мы точно знаем, кто у нас в группе, мы знаем, с кем стартуем. То есть, в принципе, больше ничего такого интересного не было. Никита, у тебя следил внимательно за белорусским футболом, не отвлекался ни на что другое. Не отвлекался ни на что другое, абсолютно. Но это приятно, по крайней мере, потому что мы немножко отвлекались. Ну что тут уж говорить, правда, Никит? Никит, подготовка команды к медиа-турниру. Как проходит? Все планово, все запланировано? Да, в принципе, все. Спаррингами довольны, недовольны? В принципе, все хорошо. То есть, тренируемся на полях Федерации. То есть, спасибо за то, что нам предоставляют это поле. Три раза в неделю работаем, плюс играем четвертый день. Спарринги. И понятно, что соперники вторая лига, первая лига, если на высшую лигу мы не претендуем особо, нам это не надо пока сейчас. Но все те игры, в которые мы играем, я доволен соперниками, и которые против нас играют, и, соответственно, я доволен нашей командой, нашими играми. Поэтому все самое-самое главное впереди. Ждем чемпионата, и, надеюсь, мы к нему подготовимся великолепно. Отлично. Ну а теперь тогда давайте мы уже перейдем непосредственно к высшей лиге. Затронем немножко первую лигу, которая тоже стартовала. Затронем немножко и вторую лигу, которая еще впереди. И как она будет происходить еще пока. Никто, наверное, не знает, хотя планы уже прописаны, планы везде есть. Никит, смотрел чемпионат Белоруссии? Да, смотрел. Что-то получается, что-то большее. Удалось посмотреть что-то только из обзоров. Но, в принципе, результаты так точно все знают. Никит, что скажешь, пока, так сказать, резюмир уже третий тур, перед тем, как мы перейдем непосредственно к нему? Ну, по сравнению, да, со вторым туром побольше голов забили. Да, порадовали результативностью команда. Только две команды и не забило всего лишь по сравнению с тем туром. Это было девять команд. То есть было повеселее смотреть. Есть что обсудить. Ну, тогда давайте мы будем переходить. Первые три матча, то есть мы затронем, так сказать, вскользь. Это у нас Арсенал-Витебск, Минск-Сморгонь и Слотск-Днепр. Арсенал-Витебск-Минск-Моргонь открывали, поиграли как раз-таки в пятницу. Здесь, что мы можем сказать по этим матчам? Арсенал-Витебск сложно что сказать. Первый тайм еще когда-то был смотриблен. Какие-то моменты были у обеих команд. Забили по голу. Ну, в целом смотрелись неплохо, но второй тайм это... Катастрофа? Ну, не катастрофа, но близко к этому. Очень мало моментов. Команды будто бы боялись проиграть. Обе команды боялись проиграть. Поэтому не рисковали особо. Там было пару моментов таких не 100% у Витебска. Арсенал уже больше думал об вороне. Никит? Ну, мне в принципе нечего добавить. Просто, как по мне, 1-1 это объективный результат. Наверное, две такие равные команды, у которых проблем немножко, наверное, в созидании. И поэтому что-то большего здесь нечего сказать. Наверное, в счет по игре. Как я и до игры думал, что тут две равные команды. То есть так они закончили. То есть примерно будут бороться, толкаться и разойдутся миры? Возможно, когда чуть-чуть формы наберут команды. Где-то потом на траву выйдут уже. Как говорят, Равка покажет. Возможно, что-то и по-другому будет. Потому что тут тяжело пока сказать. Два тура плюс искусственные поля. Но просто я думаю, что это будут две плюс-минус одинаковые команды. Вот здесь был момент, как раз-таки с голым, который был не засчитан. Это уже второй тайм. Как раз-таки самый старт второго тайма. Навес идет с фланга. И смотрим по этому моменту. Идет навес. Теверов там прикрывает немножко вратаря. Находится в пассивном офсайде. Или как здесь засчитывается? Помеха вратарю? А вратарю? Это пассивная помеха. То есть, возможно, да, он не влиял на что. Но по новым правилам, да, это помеха вратарю. Дальше. Тогда переходим. То есть, равные команды боролись. Притом это синтетика, это симашка. То есть, такая игра тяжелая. Дальше. Минск-сморгонь. То есть, как раз-таки вот та игра, где, казалось бы, молодежь Минска наберет ход еще больше. И, собственно, после матча с Динамо, с Батте, раззабивается. Но получилось как-то все совсем по-другому. Ну, да. Счет 2-3. Кто-то скажет, ну, как так. Тем более, кто и смотрел игры. Минск играл здорово с Батте. Пенальти не забили. Здорово играл с Динамо. Я был на игре. То есть, в концовке Минск мог забивать. Две хорошие были игры по качеству футболистов Минска. Кто смотрел с Моргонь, может обратно сказать. То есть, по качеству было две плохие, очень игры у Сморгони. А тут, ну, там второй гол в Сморгоне здорово исполнил. Леонович сместился в центр, слева попал. Потом Минск вроде бы сравнял в втором тайме, но получилось сразу же через пару минут третий гол. То есть, в ответку такой. А по содержанию, наверное, просто несвойственно молодежи чуть-чуть сыграть стабильно. Две игры здорово сыграли. Чуть-чуть, может, поверили в себя. Поверили в свои возможности. Посмотрели же обратно же на игры с Моргони. И подумали, что, ну, сейчас мы их легко возьмем. Тем более, мы же переигрывали Динамо. Там с Батте на ранных играли. Не свойственной молодежи. Стабильности не хватает. Поэтому я считаю, что тут, скорее всего, произошла такая... Много факторов сложилось. Недооценка плюс везение с Моргони. Где-то вот такое вот. А так, не скажу, что, например, он именно так прям удивил счет 2-3. Но, наверное, что больше факторов неожиданности сыграл. Никит, извиняемся перед этим с Арчаком. Да, правильно. Отправлял в отставку уже в прошлый раз. Рановато нам. По игре что-то сложно сказать, да. Минск где-то был даже до первого гола пропущенного где-то получше. Там обстрелял и штанги, и перекладины. Но по итогу бы пропустил, да. И совсем по-другому игра сложилась. Мне понравился вот Леонович, который забил 2 гола. Хорошо исполнил в первом моменте, потом убежал во втором. То есть появился, наверное, такой футболист... Замена Дукса. Замена Дукса, да. Который делал разницу, да. И помогал там команде набирать очки. Ну, это будет видно, мне кажется, на протяжении дистанции. Потому что один-два тура и тяжело. Дукса, насколько я помню, он на протяжении всего чемпионата выделялся. И передачами, и голами, и ударами. Слушайте, знаете, что я обратил внимание? Вот этот вертикальный футбол, да, с ошибками в защите. Не знаю, либо это весенний футбол, либо что сейчас. Ну, вот абсолютно... Ну, как не абсолютно, но очень похожий гол забивает сейчас Днепр. Просто заброс вперед. Там где-то нападающий ловит отскок. Или, может быть, кто-то протолкнет, как это было в игре у Сморгони. Когда они раз протолкнули, второй протолкнули. Или он еще побежал один на один. Также и здесь очень похоже. Типа заброс идет, ошибка защитника. И нападающий вываливается уже. И тут можно сказать, да, вертикальный футбол. Но вертикальный футбол, мне кажется, это подходит ближе, когда передачи низом идут. Тут больше, наверное, длин. Бейбеги? Просто у каждого, например, свой стиль. Надо исходить от игроков каких-то в наличии есть. Плюс понятно, что такие передачи, возможно, где-то смотрели команду соперника, разбирали. Там условно, что вот правая зона, там, ну, защитник условно плохо играет головой. То есть длинные передачи заброс и туда бежать. То есть тут надо еще понимать. А так то, что это, наверное, чуть-чуть упрощали игру. И понимали, что за счет, если все время вперед, вперед, вперед. И больше шансов забить, чем играть низом. Но Слуцк-то как раз-таки наигрывает вот эту игру низом. Да, Слуцк вполне симпатично смотрится, да, при Гуриновиче. Они стараются выходить низом, и вратарь там через ближайших ходит. И сами они там через центры уходят. То есть смотрится по игре неплохо, но это все до штрафной. В штрафной у них вообще ничего не получается. Ну да, они по игре и с фитильском хорошо. Они пытаются в контроле играть, пытаются в созидание играть. Но пока тяжело им именно вверху, в третьей зоне, делать завершение, доводить даже до угроз. Хотя по игре с Днепром у них моментов было предостаточно. Но, с другой стороны, и у Днепра были моменты. То есть, в принципе, я думаю, Слуцк как минимум в этой игре наиграл на свой гол. Но и Днепр там мог забивать два. То есть, поэтому я считаю, что просто тут Днепр взял три очка. За счет того, что они более надежно сырали в обороне. Выручил вратарь, и они свой момент реализовали. И все. А так тоже, наверное, то же самое, что касаемо Арсенала и Литерска. Это, наверное, плюс-минус две одинаковые команды. Просто повезло, что передача, защитник чуть-чуть ошибся и забили. Но здесь в целом, если взять вот эту тройку, которую мы видим, то плюс-минус вот эта вот одинаковая шестерка команд, которая между собой будет сражаться за то, кто будет там на одну-две строчки выше, кто ниже турнирной таблицы. То есть, вряд ли это команды за Еврокубки. И, ну, скорее кто-то из них пойдет, возможно, в стыки или на вылет. Итак, переходим к следующему матчу. Это у нас Батэ Гомель. Батэ принимает на натуральном газоне, на городском. Зовет всех, делает ролики. Там даже Игорь Николаевич на самолете летел. Что-то так Батэ взлетает, или как оно там называется. Но не получилось взлететь как раз-таки в этом матче. И давайте посмотрим небольшую нарезку и как раз-таки проговорим. Начало матча. Гомель сразу же резко, резко начинает. Причем головой с углового забивает не самый высокий игрок. Да, я посмотрел специально рост Нур-Эмбета этого, 172 сантиметра. Человек почти из ротарской вносит мяч в ворота. И в целом, как бы, первый тайм, он был за Гомеля. Причем первые там 30 минут практически. Но мы сейчас посмотрим. Еще момент с голом, который был не засчитан Бане. Но уже после второго, там на 32-й, если не ошибаюсь, минуте Игорь Николаевич делает две замены. Да, надо было освежить игру, как-то поменять что-то. То есть понятно было, что в первом тайме ничего абсолютно у Батэ не получается. Да, абсолютно. То есть вот здесь как раз-таки гол и судейская ошибка, о которой многие говорят. Вроде бы чистый гол. Ну да, я смотрел, как он мне тоже кажется чистым гол. То есть непонятно, откуда здесь, там уже доказывают все и судье, что... Ну, возможно, если бы боковой стоял, там где-то чуть-чуть над другой. Да, но вот здесь, если мы видим, тут рисуй-не рисуй линии чистенько. Хотя сейчас, как бы потом, вроде смотришь футбол, там где есть вар, ты смотришь, вроде ты думаешь, чистый гол, а потом вот тебе, там где вот эти проекции, линии делают, и ты не видишь то, чего там вот эти миллиметры видишь. Но там, кстати, когда эти проекции, да, там полруки влезло, все, значит уже офсайд. Он говорит, что вот ты сказал, что там Батте должен был брать, но я не соглашусь. То есть я не видел здесь на бумаге Батте фаворит. Я не видел, то есть, тем более, когда ты посмотришь потом стартовый состав Батте и Гомелю, то есть по фамилиям, тут явно Гомель не уступал, а то и превосходил именно по именам. Поэтому я тут не видел, что Батте явный фаворит, и Батте будет забирать речка. Я наоборот говорил, что Гомель здесь будет фаворитом. И то, что результат, в принципе, он показал Гомелю, но если разобраться, вот все голы, смотрите, второй гол, ну, как по мне, я не лезу, но это вратарская ошибка, он постел в стенку, встал за стенку. Первый гол, это неправильная игра в обороне, плюс сейчас до этого был момент, Гомеля, по-моему, в первом тайме было две атаки, во втором они здорово перехватывали, убегали 3-2 и здорово разыгрывали. То есть они наказывали Батте за ошибки, где-то, возможно, это ошибки Батте, но, с другой стороны, значит, они их прессинговали. И третий гол обратно, это то же самое, ошибка Батте, насколько я помню. То есть все голы Батте, можно сказать, сами себе привезли, но это значит, Гомель их спровоцировал на эти ошибки и воспользовался теми ошибками. Он сломан угловой в свободную зону и вот обратно. Ну, вот третий гол. Ну, это тоже, я считаю, это, с одной стороны, ошибка Батте, но, с другой стороны, настырная игра одного нападающего, и второй не остановился в этом моменте, побежал и забил. То есть я считаю, что, не скажу, что, например, прям заслуженная победа, но, которая, в принципе, тут не удивляет меня вообще, в принципе. Поэтому, если, например, мне сказали счет 3-1, я бы сказал, ну, в принципе. Так, в принципе, ты так и прогнозировал, по крайней мере, когда смотрел на этот матч. Но почему я говорю о том, что Батте – фаворит, да, или, по крайней мере, для меня? Все-таки, наверное, как человека, который долгое время смотрел, не вникая сильно в футбол, ты видишь Батте всегда на вершине, и тут вот один сезон не получился, там что-то второй сезон не получился, и когда заявление есть, что все, мы там идем, мы там взлетаем, мы там делаем, мы собираемся, кажется, что, ну, где-то, может быть, не на составе, где-то на волевых каких-то вещах это будет работать. Ну, конечно, все же привыкли, ну, Батте, и мы привыкли, и там привыкли, и сейчас, хочешь не хочешь, все равно тебе тяжело, состав игроков не тот, но все равно тебе нужно делать такие заявления, чтобы стараться туда возвращаться. Но ты абсолютно прав был, Гоми персинговал, у Батте ничего не получалось, вследствие этого две замены в первом тайме. Понятно, там и Банет, да, наверное, где-то потянулся. Да, непонятно, потому что он что-то держался там за бедро, все, то ли за задание, то ли за бедро. Возможно, травма, потому что выход на траву, условно, практически, наверное, вся претизонка, все игры на искусственном, тут переходишь на трава, это уже настоящее, ноги садятся, то есть, возможно, где-то что-то дернул, то есть, тут не поймешь. Возможно, не понравилась игра в обороне, тут мы не узнаем, то есть, почему, что и как. Поэтому, ну, то, что сделали две замены, все равно, значит, говорит о том, что... Да, что надо было менять первый тайм, первый тайм Гомель переиграл. Во-первых, что-то не устраивало в этих, в оборонительной линии. Хотя все равно потом поменяли, потом все равно ошибка же была той же самой с другими игроками. Но если бы был тот гол, если бы его засчитали, как думаешь, ситуация поменялась бы? Или Гомель все равно продолжил бы давить? Потому что даже с тем штрафным, где была в целом, можно сказать, ошибка вратарская, там и штрафной был по такой себе непонятный, как назначенный, потому что защитник Баттель... Ну, если бы засчитали, никто не узнает, что было бы это уже. Ну, да, это уже сослагательное понятие. Я думаю, засчитали бы, возможно, что-то изменилось бы в игре, но в целом, я считаю, Гомель бы играл в тот же футбол, что и играл. Потому что у них, в принципе, было видно, то, ради чего они вышли с первых минут, они этой игры придерживались. То есть я увидел то, что они хотели, они это и делали. Я думаю, что этот голос, если бы они пропустили, он бы не повлиял на их игру. На результат не знаю, но на саму игру не повлиял бы. Никит? Тут добавить сложно, что-то Гомель смотрелся целостнее. В целом, мне кажется, заслуженная победа. Их были намного... Ну, не намного лучше, но лучше, чем БТ в этой игре. БТ были, да, свои там моменты. И Панюков, когда вышел, там еще мог забивать. Кроме того, что он забил с пенальти. И Мирский, если я не ошибаюсь, да, молодой нападающий вышел, тоже мог забивать. Но в целом... Ну, в целом заслуженный Гомель. Как по мне, да. Гомель тут смотрелся лучше. Идем дальше. Шахтер, Брестская, Динамо. Если в прошлом матче Ислач просто возила Шахтер, и там каким-то чудом, чудом по имени Сергей Черник, Шахтер забрал этот балл, то здесь чудо уже не случилось. Ну, что не забило Ислач, можно сказать, забил все Брест. Причем начали с гола Рахманова тоже на первых же минутах. Ну, да, начало игры. То есть у тебя защитник центральный забивает с линии. Защитник другой команды центральный забивает, можно сказать, у себя с линии своих ворот. То есть, ну, как команда входит уже в игру, уже видно, что непонятно. А так, я говорю, то, что не пропустили они с Ислачу, сейчас залетело все с Бреста, можно сказать, но сейчас Брест набрал, возможно, можно сказать, и форму, но, как по мне, у них сейчас просто такой, вот они играют, не то, что, как правильно сказать, форму, у них просто прет. Они получают кайф, они вот фарт, 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 вот они взлетели, даже вот этот вот гол. Передача, он подставил пятку, кажется, я думал, не игры будет, а это, то есть у них сейчас такой, они такой, можно сказать, как бы, правильно, и форму, и фарт, то есть у них сейчас все слилось, коллектив, здорово, то есть внутри, я так понимаю, все там здорово в коллективе. Ну, когда такие результаты, я думаю, да. Я считаю, что они сейчас, плюс легионеры тут неплохо, они по восьмой номер. Лапага. Лапага, да, то есть хорошо смотрится, Барковского подписали. То есть сейчас эта команда такой, хороший сплав молодости, опыта, плюс коллектив за пределами поля, и плюс, когда у тебя, ты домашние игры, у тебя уже по-любому преимущество, потому что у тебя почти весь стадион забивается, у тебя уже дополнительный игрок. Поэтому сейчас Брест, я считаю, такой на старте сезона одни, наверное, фаворит такой чемпионат, вот как по мне. Но им как будто воздается с предыдущего года, да? Возможно, когда было начало. Пять туров забить там не могли, ну и балл. Когда тоже самое, в принципе, они хороший состав подобрали, по именам тоже был хороший, и тогда, как я говорю, тогда у них ничего не залетало, не было игры. А сейчас у них и есть и игра, и они бегут, и залетают эти вот, как это эти голые пяткой. То есть, возможно, что-то отдается, но, то есть они переграли полностью, Шахтер. Да, словили кураж, можно сказать, да. В предыдущей игре со Смаргонио там за 25 минут закрыли матч, а тут за 15, за 10 даже, наверное. Забили три, и по сути там уже в доигровку все дошло, и еще и четверто забили втором тайме. То есть, со Смаргонио они во втором тайме как-то немножко подрасслабились, и там Смаргонио забил один мяч, и как-то так. То с Шахтером они, наверное, наоборот, то есть они не расслабились, да, чуть-чуть сбросили скорость, но все равно они играли все равно туда-туда-туда. Со Смаргонио немножко они уже чуть-чуть успокоились, то есть, а тут вообще она была с первой минуты до последней полностью их игра под контролем. Я даже не помню, у Шахтера какие-то такие там моменты, чтобы там было для… Ну, 100% моментов не было, понятное дело, что там выходы, удары… А у Смаргонио, наоборот, они забили гол, и еще такой был, по-моему, там один-два моментика такие были. А здесь, видимо, возможно, там чуть-чуть и после игры подкорректировали, плюс, наверное, Шахтеры все равно раздражили, такая мотивация была чуть-чуть серьезнее. Поэтому тут победа полностью закономерна. Чувствуется ли, что это как тренерская команда Бразевича? Бразевич ли поменял что-то, переставил? Или что произошло с Брестом? Потому что в прошлом году даже тренерские перестановки, они не давали импульса, не давали вот этого вот нужного толщика для того, чтобы команда заиграла. Все равно тогда было как-то ни шатка, ни валка. А здесь, меняясь тренер, проходит предсезонка, и команда вообще абсолютно другая. Сложно сказать, ну, по сравнению даже с прошлым сезоном добавилось очень много молодых талантливых футболистов, и даже и опытных футболистов. Тот же Барковский, про которого сказали, тоже хорошо все показывает на старте сезона. Ну, понятно, Барковский, Лапага, то есть точечное подписание повлияли. Туторич, тот же молодой футболист, который неплохо смотрится на старте сезона, да. Сложно говорить про тренерская ли это команда, ну, если команда выигрывает, наверное, да. В принципе, да, если команда выигрывает, значит, ну, у нас всегда говорят, выигрывает команда, а проигрывает тренер. То есть сейчас, можно сказать, выигрывает и команда, и тренер. Ну, я говорю, сейчас они очень хорошо смотрятся, плюс, правильно сказал Никита, что они подписали игроков, плюс еще вот Северепа есть, Дукса. То есть у них сейчас, в прошлом году у них были игроки, но, как по мне, у них не было такой скамеечки, у них было 2-3. А сейчас у них скамеечка очень хорошая, и там игроки, наверное, ну, на каждую позицию по два игрока. У них конкуренция, и у них есть кто в запасе, он выходит на замену, и не то, что там не теряет, а еще дополнительно помогает. Поэтому сейчас, я говорю, очень хорошее у них сочетание сейчас команда образовалась. Поэтому Брест, мне кажется, будет туда вот идти, еще выше и выше. Если он так же продолжит играть, то в чём того, что я говорю, что дома они со всеми будут фаворитами. Ну, пацаны, понятно, Бресту наши респекты, то есть здесь вопросов нет. Шахтер, шахтер, потому что... Ну, что шахтер, команда готовилась с одним подбором игроков, а за неделю им объявили, что нету, ну, о чём тогда говорить? Плюс у тебя изначально на старте минус 20. Психологически, хочешь не хочешь, ты, ну... Но здесь, смотри, мы как бы точно никого в шахтере, по крайней мере, не обвиняем, не ругаем. Нет, никто не обвиняет. Просто не имеем даже права, но шансы в целом. Потому что если мы помним прошлый сезон, там, когда они с минус 35, минус 30, потом еще минус 5. Ну, там же дали не перед сезоном, там же... Во время сезона, да-да-да, но там состав был, Там, во-первых, состав был, и, во-вторых, они уже сколько очков собрали. А тут у тебя состав по именам похуже. Плюс у тебя изначально на старте минус. Тяжело. Поэтому я считаю, что, ну, шахтер, как по мне, он не вылезет. Но здесь еще такой момент, да, то есть... Ну, из минуса он может и вылезет, но он не останется. Но провалится, да? Ну, я имею в виду провалиться в первую лигу. Да, потому что я не вижу, за счет чего, то есть, они будут очки набирать. Но, может быть, это просто пока два матча таких? Да нет, мне кажется, нет. Ну, мое мнение, что нет. Я сейчас просто выскажу предположение. Вот первая шестерка команд, где были Арсенал, Слуцк, Минск, Сморгонь. Вот, может быть, с этими командами пойдет основной набор баллов, и с этими командами уже произойдет заруба. Смотри, набор баллов, может быть, и произойдет, и пойдет, но эти же шесть команд тоже будут очки набирать. Да. Поэтому я не верю. А ты вот шесть команд, я говорю, ты хочешь сказать, что Шахтер, Минск обыграет легко? Не-не-не, я говорю, что там будет борьба. Слуцк, дерби. То есть, там борьба, ну, просто я не вижу, что они будут эти очки брать. И за счет чего? Не вижу. Просто не вижу. Если встал на тот же, например, Слуцк мы говорили, там, понятно, там видно какая-то игра. Тот же Днепр, там тоже, они строго играют, но моменты есть. Витеб, Арсенал, ну, там, да, мы убираем. То есть, Сморгонь тоже что-то будет там добавлять, плюс исполнительное мастерство. То есть, где-то что-то видно у кого-то. Тут, по крайней мере, то, что я видел, пока, ну, я вообще ничего не увидел. Никит, а за счет тренерского духа, видения, за счет мотивации игроков? Возможно, как бы, я наоборот, ну, как бы, с одной стороны, дай бог, чтобы все получилось, ребята вылезли, пошли набирать очки, и я только буду рад, потому что это будет всем интересно, всем классно, пойдет и на чемпионат, это классно будет, когда команда начнет собирать, 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 и вылезет, и будет там всех условно подпирать. Я только буду рад. Ну, если смотреть объективно, то есть, ну... Объективно ты не видишь того, что Шахтер, как говорится, ну, Шахтер останется в вышке. Я считаю, что останется. Я почему-то не знаю. Вот три тура, четыре балла они набрали, знаешь, уже минус четыре, там, минус шестнадцать у них стало. Сейчас зацепятся. Ну, по крайней мере, хотелось бы, потому что Шахтер не хочется стерять в вышке. Во-первых, не хочется стерять Шахтера, во-вторых, хочется интригу, чтобы было. Да, драма должна быть. Должна быть вот эта драма, поэтому я надеюсь, что она... Ну, пускай у кого-то и мелодрама будет, как бы без этого вообще не получится, понимаешь? Но нужно, нужно развитие сюжета. Дальше идем. Вот если мы говорили, что Динамо-Брест там, ну, тренерская, не тренерская команда, когда команда играет хорошо, что-то на тренерская, а вот здесь у нас Славия, которая исключительно, сколько раз, кого не смотреть, кто бы что ни говорил, все говорят, команда Биончик, тренерская команда. Вот как бы тренер под себя собрал команду, выставил, и она играет. И в этом как раз-таки матче Славия приносит очередные три балла в свою копилочку. Небольшой обзорчик, соответственно, потому что у нас было. На самом старте тоже здесь фолл и пенальти, и Павелчики, да? Четвертый гол за всю историю. У него три гола. А еще можно пенальти посмотреть? Да, давай. Потому что я смотрел сам, то есть, ну... Здесь, смотри, я сразу скажу, что нету такого яркого момента. Ну, вот, тоже, да, такой вопросик. Я смотрел, то есть, ну, если честно, я не знаю. Вот я не знаю, как бы, да, удар был, но я, ну... Ну, сколько раз ты вот так... Не, понятно, что раньше там другие там правила. Сейчас же там условно, там даже если ты играешь в мяч, и после этого в ногу, это все равно пенальти. Раньше в мяч, а все, это уже мяч. А сейчас там в мяч, но ты потом касаешься ноги, это все равно пенальти. Но просто все равно, вот как по мне... Еще раз, можешь поставить пенальти? Давай, сейчас. Но как по мне, чемпионат Англии, это тут даже бы никто бы даже не смотрел, условно. Ну, ну, я не знаю. Вот. Ну, я не знаю. Мне кажется, для чемпионата Англии тут просто даже бы там... Никто бы даже не заикался. Типа, вставай и играем, да? Ну, если сравнить вот этот момент и Сити-Ливерпуль, когда в грудь, вот как я болельщик Ливерпуля, ну, для меня вот это вот... Пошел смотреть в Варо, сижу, думаю, отлично, сейчас будет точка, и говорят, что это не пенальти, а было намеренно, намеренно играл ногой в мяч... Если сравнить этот момент и Щипы-Орол. Щипы-Орол. Это точка. Ну, просто я к тому, что, ну, мы хотим, условно, зрелища, борьбы. Не борьбы, а вот этого мужского футбола, да? Ну, чтобы была борьба-борьба. Ну, я не знаю, вы согласны со мной или нет? Возможно, для вас это пенальти. Но, как по мне, я бы, наверное, здесь бы не стоял пенальти. Ну, смотри, здесь же какая история, да? Вот это вот буквоедство, как говорят. Когда вот по правилам же как. Ну, давайте правило, откроем вот книжечку. Было касание. Я не знаю, как по мне. Для меня нет. Как по мне, здесь тоже... Касание было, да. Касание было, но... Защитник успел, да, там, сыграть в мяч, но... Блин, ну... Просто я говорю, если бы, ладно, если бы он еще, условно, если бы он еще ногой его там прибил... Если бы, например, он головой там, типа, куда-то туда, к воротам, или старался бы на грудь себе пробросить, то есть он бы дальше, это бы все было активное действие. А так он получается, он то, что и хотел сделать, он головой сбросил назад. То есть он сбросил назад, игра пошла назад. То есть, если бы он, говорю, головой туда, где-то прогревал вперед, или бы сам себе, то есть мы туда дальше продвигали, в ту фазу. А так, получается, тут он то, что и хотел, он сделал, этот сброс и сделал. То есть я не знаю. А так по игре, то есть, ну, да, Славия выиграла, Славия хорошо смотрится, да, футбол такой поставлен. Но, в принципе, мне кажется, игра была достаточно равна, потому что есть тоже хорошая команда. Игра равная была, там и отличный момент был перед этим, когда можно было забивать. То есть это две такие хорошие, вот здесь вот можно сказать, что это две такие тренерские команды. Даже если вы статистику посмотрите, то, в принципе, владение одинаково. Да, удары в спор, владение. Ну, угловые, то есть, как по мне, это две команды, где вот тут четко выражена одна модель и вторая модель. То есть это две такие вот команды, у которых свой стиль, и этот свой стиль запоминается. Но у Ислыча на старте немножко не задается. Ну, возможно, да. Да, шахтеры тут возили, там должны были забивать. Здесь, в принципе, можно было вытягивать и сравнивать. Тут, может, еще знаешь, Ислыч играет. Брест еще тоже. Славия вылетела с кубков, правильно? Да. А Ислыч кубки еще участвуют. Тут, возможно, еще такое чуть-чуть наслоение. Кубок, чемпионаты чуть-чуть. Возможно, игроки где-то пришли же много, немного. Ну, кто-то пришел уже, чуть-чуть надо слиться. Плюс где-то много игр. Может быть, еще чуть-чуть им немножко не везет, потому что они чуть-чуть под нагрузками находятся. Ну, как Боровский сказал, зато познакомились с новичками всеми уже. Что касается игры, да, хочется сказать, много было борьбы. Кто кого переборол, тот и выиграл, как мне кажется. Да, Славия где-то была получше в этих моментах. В целом, да, равная игра с минимальным количеством моментов. Не очень много было моментов. Они там свое реализовали, пенальти. Плюс, там, Кириленко хорошо исполнил после углового в этом розыгрыше. Ислыч там могла отыгрываться. Да, там, перед этим не забили. Только там в добавленное время один откатали. Но, в целом, Славия сыграла чуть более дисциплинированно. То есть, меньше ошибок совершила. Благодаря этому. Ну, желтые карточки, вот, один-три. В целом, изыграла, да. Дисциплинированно. Ну, то есть, дисциплинированно с точки зрения тренерских, наверное, каких-то. Кириленко. Снова отмечаем Кириленко. Он там попал в сборную тура. Уже и в прошлый раз говорили про него, что долгое время не было заметно. И вот, собственно... Я, когда еще в Бресте играл, Кирилл приезжал в 16 лет. Да, да, да. Это же Кирилл тогда везде. Они его писали, говорили везде. Мы играли с ним. Это можно сказать, вот, когда мы взяли Брест его. Это были такие его первые шаги вообще в возрастном футболе. Потом, да, он же уезжал там раз, два, три. И тут, возможно, вот, как ты говоришь, попался свой тренер и своя команда. То есть, тут нужно игроку найти для себя своего тренера, свой коллектив. И в нужное время попасть в нужное место. Возможно, все вместе и у него соединилось. И сейчас хорошо смотрится он, команда. Плюс где-то, может, сыгрался там с нападающими со средней линии. И поэтому он выделяется. В 16 лет Кирилл выделялся, был, на самом деле, уже таким техничным, перспективным. Ну, он техничным был, был таким наглым. Но тогда немножко у него был слишком такой самоуверенный. Много было таких амбиций. Но левая нога и вот эта скорость дриблинга, он тогда выделялся у него уже тогда. Сейчас, возможно, когда он чуть-чуть там поездил, за границей он, по-моему, ездил, потом где-то был в арендах, там, нафтане, где-то еще, возможно, чуть-чуть поменял свое мировоззрение и уже смотрит на футбол другими глазами. И попав, возможно, в славию, он понял, что он может и что он может. И он хочет идти дальше. Если все будет хорошо, я думаю, он может еще уехать куда-то, потому что у него возраст позволяет. Ну, и как момент, что тренер доверяет? Конечно, когда тебе тренер доверяет, то у тебя, хочешь не хочешь, будет дополнительная мотивация, ты будешь раскрепощен. И ты будешь вот эти, как он, гол смещаться, бить, ты будешь рисковать, потому что ты знаешь, что тебе никто слова не скажет, и тебя не поменяют, и тебе будет это поощрять. Поэтому я считаю, что у Кирилла есть возможность еще уехать, и он будет так же играть, и у него есть возможность уехать в Беларусь. Так, Павел Чикида говорит в интервью, что хочу в сборную Беларуси. И как будто всем, ну, стартом сезона показывает, что можно вызывать. Или нет? Ну, сложно будет, конечно, там справа в защите есть и Карпович, и Изучук, то есть люди. Ну, наверное, да, и сложно. С другой стороны, нынешний новый тренерский штаб, он доверяет, дает шанс всем, то есть, не исключая, когда был следующий вызов, скоро? Если бы, вот было бы, не кажется, в июне, видишь, тогда, если бы был бы... Ну, в июне евро, там же не будет точно, либо перед евро может кого-то. Тогда вообще после лета. Или после лета, да. Тогда тяжелее. Если было бы у сейчас условно какие-нибудь там товарищеские игры, на волне результатов команды и игрока статистики, я думаю, 100% его бы вызвали. Что будет потом? То есть, я думаю, он уже на карандаше, это железно, у тренера, тренерского штаба. Ну, все будет зависеть, как он будет дальше по дистанции идти, потому что, да, там на позиции хорошие игроки, но там обратно, то и легионеры уже будут, они где-то сезон заканчиваются, где-то паузы какие-то, в каком-нибудь состоянии, дай бог, все хорошо со здоровьем, а если Чикида будет хороший сезон дальше в таком же состоянии, плюс у команды Славы результаты они будут вверху, то я думаю, что он получит вызов. Как минимум, хотя бы на сбор, там, на товарищеские игры или хотя бы, чтобы он влился в коллектив. Ну, был с командой, да? То есть, посмотреть на себя, на него посмотрели, то есть, в принципе, на данный момент он заслуживает вызову сбору. Я думаю, та же история будет с Кирилленкой, если он так продолжит играть. Почему бы и нет? Да. Креативные футболисты, которые там хорошо обыгрывают, хорошо бегут. Нам нужны. Всегда нужны, да. Обязательно. Идем дальше. Они всем нужны. Вам нужны? Нам нужны. Есть от один. Сбросит килограмм 10, может побежит. Так, Динамо Минск, Нафтан. Собственно, смотрите, здесь что мы? Во-первых, счет неожиданный, я думаю, ни для кого. Нет, как я неправильно сказал. Неожиданный для всех. Да. Хотя Нафтан... Смотришь, вроде эмблемы одинаковые. Белоси нет, белоси нет. Сразу не понял. И N, N. В чем особенность? Если помните, когда к нам приходил Стрипекис, то он говорил, что в Нафтане, ну и писали об этом, в Нафтане дополнительное вложение, появляются деньги, Нафтан уже не будет той командой лифтом, да, из низа турнирной таблицы. Типа, как бы, надеемся, что все поменяется. И как будто вот Нафтан реально меняется. Несмотря на то, что на предсезонных матчах там было 8-0 от Бреста, что там 4 или 5, да, что-то там с Гродно. То есть там сложно было, мы постоянно смотрели игроков. Тут у нас Батэ 0-0, тут у нас Динамо Минск 2-2, да, в первом туре Неман 1-2, причем 1-0 ввели у Немана. Поэтому Нафтан как будто выглядит достаточно неплохо. Ну, сложно сказать, что Нафтан выглядит прям неплохо. Да, они там забили 2 в первом тайме, могли, наверное, даже и больше забить в первом тайме. Да они забирать игру должны были. За счет контратак, в основном, Динамо всю игру с мячом, всю игру давило. Ну, моментов просто не создавало, да. Нафтан очень хорошо бежал вперед. Ну, давайте посмотрим, тут у нас как раз-таки будут моменты. Да, в быстрых атаках хорошо выбегали. Вот первый гол, кстати, смотрите, какая контратака пошла. Вот Динамо подает угловой, да, какая шестая минута. И все, и Нафтан просто, просто пулей летит в контратаку. Ну, бежали здесь здорово, просто идеальная контратака, идеальная передача своевременная и исполнение. То есть, возможно, да, чуть повезло, потому что попал или там между ног, или под ногой. А сама атака, просто, ну, контратака вообще идеальная. Вообще идеальная. С углового в твои ворота убежать и разобраться, то есть, это вообще здорово сыграли. Это они моделировали, не моделировали, или это получалось спонтанно, но разыграно идеально. Но, в целом, центр Динамо давал много осечек. Да. Вот смотрите, вот здесь можно было спокойно забивать, да. Здесь уже Шевцова, когда заменили, вышел 17-летний парень. Вот здесь ошибка, конечно, его была, потому что скинули аут, не смог обработать, потом как-то коряво отдавал передачу напарника, и здесь уже перехватили. С другой стороны, игроки Нафтана запрессинговали, это же самое, как с Гомелем Батте было. Конечно, конечно. Запрессинговали, не выключились, и вступили в отборы один, и второй со спины, и он забил. Вопросов нет, то есть, как бы, Нафтан, ребят молодцы, отработали по полной. Здесь Динамо сравнивает, казалось бы, что уже, наверное, будет перелом в игре. Ну, он случился, наверное, чуть раньше, когда Вадим Скрипченко сделал две замены, то есть, он выпустил новичка-образильца слева, и тоже выпустил в центр. В центр Селява вышел, в центр Селява вышел, да. И вот дала свои плоды, бразилец отдал голевую, отдала, замкнул. То есть, да, и команда перестроилась, надо сказать, что перестроилась там с трех центральных защитников на два центральных защитника, и в целом, в целом это сработало. Ну, смотри, снова убегает, снова убегает, снова через центр. Да, да, Динамо сравняло в втором тайме, Милешин хорошо попал там из-за пределов в штрафное, но... Два стопроцентных, практически, момента, когда можно было... Ну, смотри, сравнял Милешин, какая минута была, и после этого, видишь, даже... 60-й. 60-й, да. 65-й, помню, да? Даже видишь написано, видеообзор предоставлен федерации футбола. После 65-й сразу же просто идет он в обзоре, чей момент? Нафтанг на 80-й. То есть, команда после гола ни одного момента нету в обзоре. Да, владела мячом, но ничего у них не получалось. Я смотрел второй тайм, я был на игре Минска с Динамо в втором туре, то есть, я говорю, если вы сейчас, я подумал две эмблемы, да, вот одинаковые. И вот я говорю, если я смотрел второй тайм, я не увидел, что эта команда чемпион, что эта команда там, условно, с таким подбором игроков. Как по мне, было две одинаковые команды, просто одна чуть-чуть больше на контроле, вторая низко сидела и старалась за счет контратакы убегать. И две контратаки в том тайме должны были заводить. И то же самое, смотрел игру вживую Минск с Динамо, то же самое я как бы, я там не увидел, что у Динамо там яркое преимущество обратное. У Минска было бы чуть-чуть более лучшее исполнительное мастерство или везение, они бы там реализовали. Поэтому я не знаю, что там сейчас Динамо, но игра пока не чемпионская. Что, Динамо, когда подрастет травка, там уже в следующем туре Динамо… Ну, сейчас еще просто, видите, там проблемы с защитниками, там Серый Политеевич не играл, Сачива, то есть там немножко, когда у тебя выпадают ведущие игроки и центральные зоны. Ну вот как раз через центр, мы видим, все через центр. Я не сказала, поэтому они вернутся в строй, наверное, все по-другому будет, но все равно пока, условно, у Динамо, ну, очень пока начало не очень. Не то, что, наверное, я думаю, планировали все и болельщики, и руководители, и тренера, и игроки, то есть. А насчет Нафтана, лифт, не лифт. Да, они здорово, ну, с Динамо здорово, там, с Нафтаном, ой, с Неманом. Батэ, Неман. Там первый тур с Батэ, с Батэ. Неман, Батэ, Динамо, Минск, у них в целом календарь. Ну, календарь, да, но все равно, если по игре, я говорю, ну, с Динамо, они просто стояли там, условно, там, ну, на контракт убегали, да. С Неманом я не смотрел, но там был первый тур, то есть такой, с Батэ, там, это был матч в этой, в калитке, то есть, с таким антуражем. Да, по моментам там они лучше были, но сама игра, за что зацепиться, то есть, какая-то ниточка, да, даже у той же Смаргони что-то есть такое, или того же там Арсенала, Витебска, что-то такие вот есть такие, у Слунска мы можем там сказать, у Днепра, а тут нет такой ниточки, знаешь, за что-то можно там зацепиться. То есть, возможно, у них будет ставка просто сделана вот низкой обороной. Играем в защите и в контратаке. Зная, что у нас, условно, есть Пронович, кто там еще у них, Папа-Рига, здорово цепляются, здорово бегут, и, да, в принципе, и не нужен контроль. Здорово обороняться, компактно, и момент, при том, что мы будем сидеть низко, соперник все равно же будет высоко, и за спиной большие дыры. Моменты, вот, они, были моменты, они забили, ищик забили, все, 3-2, 4-2, и никто бы не вспоминал, там, условно, ту тики-таку, или там, то, что они сидели в низко. И результат дали бы. То есть, возможно, у них такой стиль в этом году и будет. Если он так и дальше будет, тогда все. В принципе, Нафтан молодцы, у них своя игра, есть свой почерк. Вот и будет, извините, Казахстан. Да, вот и будет, да. Но, а если тогда, ну, все, все прочитают, разгадают, и такие, закрываем Папа-Рига и... А вот представь, вот, условно, какая-нибудь там команда отдаст мяч Нафтану, и против Нафтана сядет так же. Вот тогда вопрос, что Нафтану делать, когда они привыкли низко, и там ставка Папа-Рига, и... Супраной, Пранович, да? Пранович, Пранович. Все. Тогда вопрос, да, если Нафтану дадут мяч, что будет? Вот хочется посмотреть на такую игру. Самый зрелищный футбол в истории нашего чемпионата будет. А так, ну, а с другой стороны, конечно, молодцы, Нафтан. Молодцы. С таким календарем, как ты сначала говоришь, что они взяли, можно сказать, я думаю, для них это очень хорошие два очка, это как для кого-то даже шесть, для них два. Три тура с командами, которые два призера, одна команда четвертое место, из них два гостевых. То есть, в принципе, это хорошее начало. К Динамо, кстати, со следующего матча переходит уже на Динамо, на траву. Интересно, какого качества сейчас там трава? Ну, насколько я знаю, то вроде там неплохое качество травы, это раз. Во-вторых, вот тут еще, знаешь, с одной стороны, плюс трава, да? Но, с другой стороны, обратно, вот, команда, много игроков... После синтетики пойдет. После синтетики игроков не молодых, а уже кому за 30. А вот эти вот переходы, когда ты привык, и сейчас туда на траву, тем более сейчас, когда вот есть микротрамы, а ты переходишь на траву, как там будет? То есть, непонятно. А так, конечно, то, что на траву переходит, это здорово. Во-первых, трава и плюс Динамо, это совсем другое, тураж и другое настроение будут футболистов играть. Ну, в тишине просто. Ну, посмотрим. Ну, ладно, надеемся, конечно, что болельщики пойдут, надеемся, что болельщиков будет много, тем более про болельщиков мы еще поговорим. Как раз-таки, тоже, команда, которая перешла на траву, это Гродненский Неман, потому что до этого они тот же Нафтан принимали на искусственном поле тренировочном, да, второй тур в гостях. И, соответственно, сейчас домой они пошли уже на основной, на свой центральный стадион. Ну, вот, самый главный момент. Здесь будет еще повторчики. Был пенальти или не был? Да, потому что сейчас все это что-то обсуждают, все, ну, как что-то. Понятно, почему все обсуждают, смотрят. В принципе, это единственный момент, который стал голевым. Ну, что можно здесь сказать? Я, честно, долго всматривался, и я не понимаю. Ну, как будто, может быть, касание и есть, да, потому что так картинно. Гвет падать не мог. Не, ну, касание точно было даже видно, что по Бурко. Да, и у Бурко хватается за ногу. Что он сразу упал и за ногу схватился, то есть касание было. С другой стороны, тут четкое намерение Бурко сыграть мяч, да, тут у того же телеграм-канала Уха появился уже разбор. Он просил там бывшего российского судью разобрать момент. Там однозначно был ответ, что пенальти не было. А почему? Ну, там не было пенальти, на самом деле. Ну, потому что Гвет же пытается сделать удар. Бурко не играет в мяч. Нет, Бурко как раз таки сыграл. Он успел сыграть мяч, выбить его, а Гвет уже попал ему в ногу, да. А вот эта история, как и Никита говорил, что дальше, после даже игры в мяч, темно смотрится. Сейчас, да, новая трактовка, даже если ты играешь в мяч, даже когда она в сборной играла, когда в Лиге нации, по-моему, да, когда Серый Полицевич с кем мы играли, он сыграл мяч, а после подката он въехал в ногу и все равно поставили пенальти. Сейчас такие трактовки, нюансы такие, мелочи. Здесь еще можно отметить, что он сыграл в мяч, и то есть не он попал в ногу Гвету, а Гвет ему попал в ногу. Но Гвет уже бил по мячу, смотри, он как раз таки зарядился. Ну, это если, как раньше говорили, когда вот у нас, я там еще играл, он говорит, домашняя точка. Если так исходить, знаешь, если говорить не было, домашняя точка. Ну, как по мне, наверное, тут тоже то же самое, что я скажу, что Арсенал, да, мы там размирали, Арсенал размирали, для кого мы там когда-то? Славию. Славию, да, то есть, ну, как по мне, наверное, это тоже больше нет, чем, да. Но мне кажется, что он просто не попал по мячу, Бурко выбил мяч, а он уже... Но он как бы по инерции продолжил движение. Домашняя точка. Кстати, дальше, Неман, Торпедо, особо моментов не было. Вот здесь Пантия, да, отлично. И Алыкулов очень классно заряжал, конечно. Да, Алыкулов, по-моему, два раза. Да, да, да. В первом-втором моменте, да? Ну, а тут, смотри, первая игра на траве. Две команды, которые, можно сказать, они по составу, по игре, они две равные, да? Тут и не должно было быть много моментов. Но в чем особенность? У Торпедо-то вообще ничего не было. У Торпедо ничего в этом матче не получилось. В центре там, да, хорошо перекрыли, мне кажется, Неман. Там Козлов очень хорошую игру с Козлов сыграл. Что не было Торпедо, наверное, можно сказать, тоже, наверное... Заслуга Немана, да? Заслуга Немана. Конечно. Да, да, хорошо перекрыли, да, то есть не давали доводить мяч до скавуша, а верхом доводить до него бессмысленно. Нету Лаптева, да? Если я не ошибаюсь, Лаптева не было, да? И чуть-чуть вот это вот, если бы был Лаптев в такой игре, как раз вот вязкая, потому что поле, где было бы много борьбы, где можно было чуть упростить игру с помощью верховых передач, то есть, возможно, тогда было бы Жодина полегче. А так, я считаю, что в этой игре не должно было бы быть много моментов. Решил, да, такой спорный момент, пенальти, но, в принципе, ну, за счет того, что Неман дома, наверное, это их плюс. Ну, решил спорный момент и все-таки... А так две равные команды, две равные команды. Абрамович, вратарь, Абрамович потянул все-таки Аллы Кулова. Ну, да, да, два очень хороших момента даже, особенно второй, он спас очень хорошо. Молодцы, не, мы молодцы, то есть, для меня, я, мои симпатии в чемпионате за них, то есть, я рад. Ну, там твой крестный отец. Поэтому я же говорю, молодцы, значит, пенальти был все. Вот так и надо говорить, а то сидишь тут. Чистая точка. Пойдешь продавать семечки что-то. Николаевич, молодцы, молодцы, не останавливайся. Так, смотрите, ну что, подытожили мы тур. Что хотелось бы отметить в этом туре? Хотелось бы отметить, что у команды практически все уже переходят, по крайней мере, на натуральное поле. Если когда в мае, да, у нас... С первого мая. Когда с первого мая. Ну, здесь все идут по опережению графика. Ну, слушай, у кого-то, как, например, в «Динамо», там, видишь, недобор очков, хочется быстрее уйти с искусственно. У кого-то не позволяет погодные условия, у кого-то там позволяет возможности переходить. А так, конечно, трава, это, ну, это приятно немного играть. У кого-то бесплатный вход на все игры, поэтому что, ну, как бы на тренировочном на горочке стоять. Конечно. Посещаемость. В этом туре еще приятные посещения. Если бы Брест играл дома, мне кажется, тогда вообще была бы какая-то заоблачная посещаемость для третьего тура. Конечно, если бы, условно, смотри, там, Брест играет где дома, да, Пулюс Гродно, там, где сейчас будет ходить, Славик, где будет ходить, да, где еще, условно, например, Батеси вернется на арену. То есть, я думаю, на первую домашнюю. Понятно, даже при таких результатах, но все равно придет. То есть, конечно, в идеале вообще будет топовый тур. Гомель. Гомель. Ну, так же не бывает из тех команд. А так, мне кажется, все равно сейчас потеплеет уже, тем более погода наладится. Все равно народ соскучился, болельщики соскучились. Мне кажется, должна быть посещаемость становиться побольше. Да, начали, конечно, с посещаемостью не очень хорошей. Там, да, на Семашко, Арсенал, Витебск. Ну, так мы сейчас берем, что, да, Семашко и Маяковко. Да, и на Минск, да, пришло там совсем мало. Но потом, в целом, и Мозырь был, там, 4,5 тысячи, и Гродно 6 тысячи. Ну, в целом, даже сейчас возьмем таблицу, немножко пробежаться, если по посещаемости этого... Ну, по посещаемости, то, наверное, всегда просада это есть у Ислачи. Ислач, Минск. Очень сильная. У Минска, Арсенала. Да. То есть, получается, Ислач непонятно просто... Ну, почему у Ислачи просада? Кажется, команда классно работает, показывает результаты. Команда такая интересная, она какая-то вот самобытная такая, которая построила сама себя. Да, там не было каких-то там огромных вливаний, вложений. Не приходил инвестор какой-то, типа, не говорил, сейчас мы все сделаем. Они сами себя делают. Идут своей дорогой. Да, но мне кажется, что проблема Ислачи – отсутствие локального позиционирования. Минский район – это слишком обширно и непонятно, кто. Размазано, да. Да, размазано. И кто аудитория целевая? Конечно, упростил бы ему, условно, где мы там стадион, как тоже у них база, да, в большевике. В большевике, да. То есть, сделай там, условно, такую какую-то там трибунку, а-ля там одну, там, как вот в Слуцке, там, стадиончик. Одну трибунку, там, вторую небольшую, ты бы схватил, условно, там, большевик, дубавляны, боровляны, плюс кто-то из Минска приезжали. И не надо же им, 5 тысяч не надо стадион. Сколько минимально у нас там, 2,5-3 тысячи сделает эту трибунку, то есть, а-ля Дориды такой, Минский район Дориды, как Дориды же была Минский район. Да, да. Вот такой, ну, понятно. Жданович, наверное, Жданович. Да, ну, чтобы сделать такое, надо же разрешение все согласовывать, не так все просто. Да, ну, как бы еще... Поэтому, конечно, в идеале им бы такое свое место положения, как база определенная. И у них был бы свой, я думаю, болельщик. Болельщик у них был бы свой, это железно. Почетче было позиционирование. Плюс у них много детей занимается, плюс родители, свои воспитанники приезжают. Ну, вот вопрос с Минском, да, казалось бы, Минск, есть и база, есть все, есть и школа. Ну, Минск всегда, в принципе, если так отталкиваться, углубиться, никогда не было. Такие были бы болельщики. Ну, условно, ну, как у нас, большинство все за Динамо. Раньше, когда у нас был ТЗ, партизан, все равно туда, то есть уходили. Тяжело, то есть у нас, это не в Москве, где там, условно, есть аудитория, там, Динамо, Спартак, ЦСКА и внушительная. Ну, которая годами уже. Ну, да, да, исторически сложилась, да. А у нас, то есть, исторически, что у Минска, ну, проблема, проблема. Ну, и Арсенал тоже, да, если мы берем, как бы, команда вроде бы позиционирования Держинская, все игры проводит на Симашко и такой вот. А в городе, наверное, будет. Кому, кому, за кого болеть. Хотя в городе, по-моему, тоже не особо. Там не ходили, да. Тоже там не фонтан был, да. Ну, 200 человек, наверное, это где-то. Очень интересно будет, что будет с Шахтером по болению. Оттолкнет ли, в принципе, на Шахтера так, не сказал бы, что много, да, ходило, а что сейчас будет, оттолкнет ли народ результаты. Результаты и минусов вот этот. И останется ли народ с командой в такой ситуации. Вот просто интересно посмотреть, что сейчас будет в Солигорске. Надеюсь, что останется, хотя бы потому, что там, да, очень много своих воспитанников. Ну, хотелось бы надеяться. Тренер там местный свой, то есть. Если бы Слуцк был выше, может быть, ездили все за 30 километров в Слуцк, понимаешь? А так, Слуцк там, ну, на сколько? На 17 баллов. Ну, выше же. Ну, это не 30 километров, извини меня, сколько там, 20, чтобы ехать на соседний стадион. Так, это нижняя часть турнирной таблицы, ничего не понятно, оно только понятно. Тут еще будет меняться все, это очень-очень. Да, ну и, соответственно, верхушка такая же абсолютная история. Ну, как минимум, только сколько, 5 команд, про которые все говорили, они как раз находятся на своем месте. Ну, в принципе, да, это пятерка, то есть. Я думаю, еще Гомель, да, Гомель подтянется. Ну, и Батте, я думаю, все равно хочешь не хочешь подтянется. Ну, все равно, наверное, основная такая вся будет борьба, наверное, идти. Это Славия, Неман, Торпеда, Динамо, Минск, 4 команды. Брест. Брест, Брест. Слушай, я думаю, что-то они врываются очень интересно. Брест, Гомель, я думаю, они будут подпирать вот эту вот четверку. По дистанции, ну, как бы мои симпатии тоже не были к Бресту, потому что я тоже люблю этот город и команду. Но, мне кажется, не хватит им, не хватит им запала. Ты только что сказал, у них скамейка появилась. Я не согласен, я говорю, наоборот, я только за, но мне кажется, что именно всю дистанцию провести, если пройдут, вообще, ну, типа, молодцы, красавцы. Но мне кажется, что Неман, Торпеда и Динамо, все равно, они более стабильные в этом плане, уже такие матерые волки. Они не позволят это им сделать. Мне так кажется. А если они Брест останутся, я только буду за, потому что, я говорю, симпатия тоже, я люблю этот город и болельщиков. Но если еще больше будет команд бороться за вот эти вот медали, за чемпионство, и Гомель туда подтянется, ну, так, наоборот, это всем будет плюс, все будет. Драма. Нам нужна драма. Драма, конечно. Поэтому только за. Но, мне кажется, чуть-чуть они отклеятся. Мне так кажется. Поживем. Увидимся. Так, ну что, кроме того, что у нас прошел третий тур, у нас наконец-то стартовали, как это, минор стартовал наш, да, началась первая лига и... Скоро вторая. Скоро, ну, вторая мы еще поговорим, скоро там что там и как будет. Первая лига, дубли, начали играть, как говорится, с мужиками. Хотя, перед выпуском даже, Никита, ты говорил о том, что какие там уже мужики, плюс-минус все... Ну, не все, но, то есть, много команд, где такие... Молодые. Чуть-чуть старше. Молодые ребята. Чуть-чуть старше дубли. Да, но дубли стартовали, и дубли стартовали достаточно неплохо. Ну, да, да. Наверное, отметить надо Батте, да, обыграл Баранович. Отметить Батте. И волевая победа они провели, то есть... Да. Барановичи в прошлом году 6-ое место заняли, то есть тоже неплохая команда, да. Но, но ярче всего отметить все-таки АБФ в 17-ти. Да, АБФ в 17-ти лет. Да, то есть они обыграли команду, которая, ну, наверное, как я уже говорил, будет бороться там за... Как минимум за стыки она будет бороться, то есть там состав игроков, и, я знаю, и финансы, то есть там такие, что они готовы, то есть даже в вышку выходить. Поэтому счет немножко... Я не знаю, что по игре было, но счет меня удивил. Ну, с другой стороны, тоже сборные ребята молодцы, то есть... То есть 17 лет, это даже несовершеннолетние, они после игры даже пивка не выпили. Понимаете, шампанского не открыли. Детское. 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 Поэтому молодцы. В плане результатов... Что там еще такого удивительного? Ну, наверное, Макс Лайн, в принципе, хорошо стартовал, то есть показал себя, что он будет уже фаворитом таким на выезде «Локомотив». Ну, все уже ждут, наверное. Ну, понятно, что все ждут, но все равно ждать это одно, но они вот приехали условно и 3-0 «Локомотив», который в прошлом году, в Гомеле, если я не ошибаюсь, там вообще никому очки не отдавал. То есть, ну, ничья, да, но не проиграл, по-моему, а тут приехали в первом туре, когда первый тур команды практически все равны, первый тур, это по-любому ты будешь эмоционально настраиваться, а тут они проехали «Каткомпани». В принципе, «Белшина» 2-0 у «Слонима», да, выиграла, то есть тоже смотрел, там у меня два моих мальчиков «Слонима» были. Ну, «Белшина», я так понимаю, просто за счет класса обыграла, потому что, ну, это сильнее команды «Бегитима». А по остальным… «Молодечно», наверное, еще можно сказать. А, ну, «Молодечно» тоже, то есть показало, что они будут уйти. Ну что, «Белшина», «Макс Лайн», «Молодечно», «Бумпром» примерно. Как по мне, будет «Белшина», «Макс Лайн» прямой выход, «Молодечно», «Бумпром» будет бороться за переходный угол. Возможно, какая-нибудь волна добавится или что-нибудь такого. А, ну, хотя у «Белшины» же минус, да? Волна эмоций и настроения «Белшины» добавится. А, ну, тогда у «Белшины» минус пять, но все равно, я думаю, «Белшина» и «Макс Лайн» напрямую. Да, да. Я думаю, у «Белшины» есть запас, там, и по исполнителям они… Хотя, в принципе, если «Молодечно» хорошо будет играть и в личных оно не позволит «Белшине» забрать 6 из 6, тогда, возможно, «Макс Лайн» «Молодечно» и «Белшина» встыть. Ну да, «Молодечно» собралась тоже хорошая команда, опытных там исполнителей. Да, это уже последнее подписание Степану Роману, то есть это в прошлом году еще в Казахстане играл. Да, и в сборную вызывался, и не так давно уже «Молодечно». Но они в прошлом году «Молодечно» хорошую команду собирали, а потом после первого круга все поменялось. То есть, поэтому, что будет сейчас, чтобы… Вас не остановить, просто так первая лига зацепила, вот эта искра прошла, понимаете? У нас по вышке таких не было эмоций. Третий дивизион поселия или «Д2», вторая лига чемпионата Беларуси, которая должна скоро стартовать. Казалось бы, уже провели жеребьевку, но пока до сих пор еще неизвестно, в каком формате это будет. Лига в этом году, по крайней мере, поделилась на три дивизиона. Никит, что скажешь? Ну, я считаю, то, что сейчас делала Федерация, это правильно, потому что я два года до этого участвовал в третьей лиге. А это вы играли командой «Дюшор-Динамо», да. «Дюшор-Динамо». Да, у нас, понятно, была зона Минска, но зато она была самая сильная именно по своему составу участников. А остальные все играли по областям, ну, если там даже поднять, посмотреть эти счета, особенно второй круг, там, где 20-0-25, где команды, условно, какая-то Витебская, Могилевская область, не помню, они там говорили, что «Дюшор» какая-то играла, только сами воспитанники. Они там только первый гол забили в десятом туре, они там сто голов за пять туров пропустили. Я говорю, так у меня такие же дети играют. Я говорю, мы даем бой, но я говорю, для чего тогда такие чемпионаты делать, когда там 0-20, потом недоезды или прочее. В принципе, тогда, ну, как по мне, тогда было неправильно. А вот сейчас Федерация сделала, ненужные команды убрали, сделали еще одну лигу третью, где кто хочет, остается, пускай играют. А кто хочет и финансово, и игроки готовы, их объединили с дублями, которые не попали в первую лигу, сделали три зоны, и я считаю, это будет уже такой чемпионат, который будет, все команды будут равны, все хотят претендовать, и уже не будет, во-первых, счетов, таких результатов, и не будет недоезда, потому что изначально Федерация сказала, кто идет, вы должны давать гарантию, что вы чемпионат доиграете. Поэтому я считаю, это правильное решение, и я поддерживаю Федерацию, то есть то, что они сделали. Только один, ну, мне кажется, можно было бы еще больше команд сделать, не сделать, не три группы по 11, а может три по 16. Типа добавить команд? А есть ли эти команды еще? Ну, тут, возможно, их не было. Есть ли, вот. Ну, может быть, они гарантии не дали. Я не знаю, просто я к тому, что это, если мы из 33, это, по-моему, сколько там, 12 дублей осталось, да, а дублей это все равно молодежь, а для молодежи 22 игры, в 11 команд группе, 20 игр это мало. То есть мы начнем в мае, закончим в сентябре, а что потом ребятам делать? Вот я к тому, что, да, их может быть не было, тех команд, которые готовы были финансово подтвердить все это, но исходя из того, что для детей, для ребят, которые в дубле туда заходят, это там будет там 5-й, 6-й, 7-й, а кого-то 8-й год, да, 20 игр это мало. За сезон это мало, а все равно будет играть Костяк, кто будет играть, а те ребята, которые там условно выходят на замену или меньше, то, ну, чуть-чуть не хватает, мне кажется, игр, практики, практики. Может, тогда еще можешь придумать какой-нибудь там... Ну, может быть, дальше круг какой-нибудь, не знаю, круг-не-круг или плей-офф, что-то там. Ну, там будет деление, да, но там, смотри, деление тоже. Ну, это четвертый. Первые двойки за финальный, потом эти уже, будет деление. Ну, это еще там по 2-4 игры, но все равно маловато будет, и которые финальные им интересны, а вот эти средние, они будут играть, но уже такого чуть-чуть не будет. Слушай, но в любом случае, то есть как будто вот эта наша вторая лига, она становится все-таки не массовым футболом. А профессионально? А профессионально. Чуть ближе, я считаю, что это, ну, это только за пойдет. И ребята, те дубли, они будут расти и в плане физики, и в плане там всего футбола. Потому что это все равно, это там команды мужики будут уже играть. Это уже другая борьба, другие скорости, принять решение. То есть это также, условно, выезд, там какие-то интересные города, такие маленькие, то есть интересные будут. А массовый, он и должен оставаться, а массовый, это вот будет третье. Но обратно, массовых там остались, кто захочет, выходите во вторую, пожалуйста. То есть идите. Потому что то, что было до этого, когда собрали 100 команд, смотрите, сколько у нас есть футбольных команд. И мы про них не знали. Ну да, вроде 105 или сколько там говорили. Да, на бумаге. Но это уже превратилось, во-первых, как это, в пивную лигу, можно сказать. Потому что, что, мужички после работы, некоторые, понятно, есть профессиональные команды, а есть мужички после работы. У кого-то семья, у кого-то дети, кто-то, извините меня, хорошо провел пятницу. Не доехали, не приехали или вышли на поле. Их там загоняла молодежь, профессионалы, которые тренируются каждый день. 20-0. Я помню, из своего города команда Свислыч, такая в Гродинской области. Они шли очень хорошо у себя по региону, вышли в плей-офф-стыки. Стэнлис попадает, если не ошибаюсь, на них первая игра вроде бы 0-4 или какая-то, не помню. Но на вторую игру они не выезжают всем составом, 15-0 влетают. Ну, кому вот это нужно? То же самое, как я себе говорил перед эфиром в прошлом году, когда я был на жеребьевке второй лиги. Бумпром то же самое говорил, что мы играем по Гомельской области, мы там за сколько там у них 9, 16 игр, предварительный этап. Мы меньше 10 никому не забиваем, а потом попадаем в 1-8 на партизан, образно, да, и мы там плюс-минус в один мяч или по пенальти проигрываем, и все, и получается мы в равной игре вылетаем, и мы не можем претендовать на повышение, потому что, чтобы претендовать, нужно хотя бы выйти в 1-4 по старым правилам, да. И мы, получается, за сезон сырали только две игры, ну, с сильным соперником. А вот эти игры мы там, ну, пацаны не настраивались. Ну, и для чего тогда? Он говорит, у нас игроки там условно есть возможности финансовые, а жеребьевка вот так вот, ну, не повезло, и все. Поэтому я считаю, что то, что сейчас сделали, это правильно. Итак, надеемся... Ненужное убрали, нужное оставили. Надеемся, ну, не то чтобы убрали, ненужное перевели в другое, правильно, типа разделили, вот. Вот сейчас, мне кажется, сейчас уже правильно. Есть профессиональная высшая лига, профессиональная первая, профессиональная вторая и массовая третья. Но обратно за этих массовых, кто будет там условно ярко выражено на голову сильнее, пожалуйста, заходи туда, пожалуйста. И вот тогда уже можно думать, что в следующем году условно уже можно там расширять чуть-чуть, не по 11, кто выйдет, и условно можно чуть-чуть добавить. Уже там где-то, может, 12-13 уже будет. Ну что, пускай в таком тогда положении, в таком... Поэтому ждем скорее всего старта второй лиги. Да, стартует уже и вторая лига. Так, быстренько давайте тогда пробежимся уже и заканчиваем по белорусам за границей, легионеры и вообще ситуации, которые происходили, потому что есть приятные моменты и есть странные и не очень приятные моменты. Но начнем с хорошего. Конечно же, Евгений Березкин с капитанской повязкой, которая на красное, красное на красном даже не особо там выделяется. И куба красный. И куба красный, да. Забирает награду лучшему игроку матча, забивает там очередной гол и в целом становится лидером команды. Третий гол в пяти матчах у Евгения, да. Да, он забил и отдал в матче против Жениса. Утверждается в роли там лидера уже Козелжара, то есть перед сезоном дали ему капитанскую повязку и подтверждает свой статус в матчах, то есть принес победу команде. Очень хорошая голевая передача у него была, да. Гол такой рабочий. Это он у нас был просто, мы бы зарядили. Если бы ты играл еще, то тоже сейчас будет. Мне сразу показалось, что он в Сити играет, не в Блему. В Сити издалека похожа, мне кажется. Это Остана Сити, нет, Козелжар Сити. Как я говорил, то есть доверие, второй сезон уже и полное доверие тренера, плюс повязка, и он дает хорошую игру, показывает. То есть он стал лидером, молодец, то есть не останавливает, пускай продолжает. И если он такой игрой, он будет, мне кажется, и в том же Казахстане, он может пойти на повышение, пойти более топовой командой. А так игрок сильный. Николай Сигневич. Кули молодец, гол забил, классический для себя гол. Тем более белорусский гол с передачи Стасевича. Классический гол для себя. Молодец тоже, Коля. То есть я считаю, что он поможет нашему тренерскому штабу. Он еще сможет и там поиграть, и еще может оттуда куда-нибудь уехать. Или к вам вернуться. К нам он еще всегда успеет вернуться. Пускай там, пока есть силы, здоровье, и тебя приглашают. Поэтому удачи, Коля. Да, да. Хоть тоже получил звание лучшего игрока матча. Спас для Тарао ничью против «Октоба». «Октоба» – это один из претендентов, да, будет на чемпионство. Спасибо. Первый гол Николая там с января прошлого года в профессиональном футболе. То есть вышел, почти сразу забил, принес ничью, получил звание лучшего игрока матча. Да, хочется отметить, да, белорусский гол вышел там Стасевич перед Голевая, Степанова Голевая. Сигневич забил. Белорусского тренера. А, так он начал Хаткевич. Полностью. Да? Ну, полностью, да. А тренирует их Жуковский, да? Через Найока, наверное, тоже почти белорусский. Что там у Жуковского? У Жуковского, ну, пока без побед. Три ничьи в четырех матчах. Но, в целом, отобрали очки одного из лидеров. Надеюсь, что пока... Ситуация чуть-чуть лучше стала, да? Да, и надо отметить, да, если проговорили про Жуковского. Победил Сиднев, да, с Ардубасы. Победили с счетом 1-0. Гол забил, да, наш бывший знакомый Яхшибоев. Да, тоже неплохо-неплохо влился в команду новую. Три гола на старте второй забил. Идем дальше. Максим Киреев в Бельгии продолжает радовать нас. Ну, да, то есть и дебютная игра сборной смотрел. Мне он понравился там, то есть таким желанием, таким настроем. И вот сейчас он забил, и классный гол забил. То есть я говорю, что, наверное, это все то, что он туда рано уехал. И он такой раскрепощен. Не боится идти, лезть, индивидуальные действия. То есть то, что в этом, да, в нашем... Такой европейский менталитет, да? Да, да, да. То, чего на нашем не хватает в чемпионате. Даже, не то, что даже в чемпионате, даже, вот я говорю, тренирую детей. Иногда смотрю, что у нас все дети закрепощены. То есть они боятся, боятся ошибиться, что-то еще. А тут он показывает, что иди, один в одного, один на двух, лезь, лезь, лезь. И плюс, когда это получается, то есть он уходит, у него удар. То есть все здорово. Вот у нас тоже в Демиде есть. Ваня Воробьев, у него такие же качества есть. Поэтому таких игроков бы побольше было бы. Вообще было супер для всего нашего футбола белорусского. Да, помог его гол обыграть молодежную команду Брюге. То есть Льерс там ни за что не борется, Макиреева. Но в целом у Макса хороший, хороший там этот отрезок весенний. То есть... Даже фотографии так вот хорошо, такой сложен. Видно, что такое. И передние мышцы такие. То есть он такой, в принципе, он... Мне кажется, если он не остановится, у него может достичь многого. Да, вполне. То есть три гола забил там за... Тоже 4-5 матчей. В сборную вызвали. Ладно, кто из второй лиги Бельгии в сборную ездит с вами? А? В целом. Ездит. Кто? Бельгийцы? Только вот. Ну, в целом, не удивлюсь, если там летом чуть повыше заберется. Если бы не в первый дивизион Бельгии. Ну, с такими передними мышцами, слушай. Так, ну и не очень приятная новость. Это отставка Александра Хацкевича. Даже не то, чтобы отставка Александра Хацкевича. В целом, вся ситуация, которая произошла в клубе Загуэмби Сосновец. Когда болельщики пришли, там, по разным сведениям, где-то 20-30, где-то 30-40. Я даже смотрел какой-то польский подкаст. Думаю, надо же из первых уст. Видео было? Нет, видео не было там, как бы. Но из первых уст, по крайней мере, был журналист из Сосновца, который рассказывал о том, что там, куда и как. И вот он говорит, конечно же, это из ряда вон выходящая ситуация. Такого не должно быть нигде. Но, говорят, как будто это даже провокация такая была специально сделана, чтобы увести там выборы в Польше были. Это, знаете, загадки, тайны, расследования. Типа, выборы в Польше были. И вот, чтобы немножко увести от... Там какая-то ситуация, что в этот клуб вкладывают много денег городского бюджета. И чтобы немножко увести разговоры перед выборами про то, что много денег вкидывают в этот клуб, решили перевести на то, что в ультрасы пришли и избили тренера. Подкаст серьезный, проверенный? На банке, на банке, на банке Польска. На банке Польска. Да, но в целом не очень хороший вышел отрезок. Да, но по результатам, по результатам же не... Что, 2-4 положения? Да, 2-4 положения в 6 матчах. Еще больше отрыв вырос от спасительных там мест. В целом какая-то уже безнадега была и в словах Хацкевича, когда он там уже журналистам предлагал... Там была история, что он рассказывал на пресс-конференции о том, что закрыл футболистов перед матчем. Ну, потом сказали, что там неправильно его поняли, он там говорил одно неправильные слова. А там на самом деле, ну, как бы он по-русски говорит, я смотрел эту пресс-конференцию, он по-русски говорит, что мы с ребятами пообщались, я говорю, все, типа, вот я сейчас ухожу. Там не было слова, что я закрыл их в раздевалке на замок. Я сейчас ухожу, дверь закрывается, и вы за дверью обсудите, как вы будете играть. Потому что ответственность должна быть вот здесь. Кстати, тоже неправильный, наверное, момент. Ответственность за результат должна быть не только на тренере, но и на вас. Сказал он им, закрыл дверь и ушел куда-то. Понятное дело, что при переводе это было, что тренер закрыл игроков и сказал, выбирайте тактику на игру. Ну, в целом, тут я говорю, то, что, наверное, когда звали, ожидали другого, потому что звали под определенную задачу. Хотите еще вам расскажу? А тут еще меньше и меньше, и зная, зная польских фанатов, то есть, зная, какой у клуба тоже возможности, какой стадион новый, это все, правильно сказали, что это все вот так вот. Аккумулировалось. Слилось воедино, что там уже, ну, уже сейчас не до футбола, и им тяжело будет что-то исправить сейчас. Да, там еще есть история о том, что спортивным менеджментом управляет украинское спортивное агентство, которое привозит украинцев. Некоторые из них там по году-два не играли, их сразу ставят в состав. Также привезли Хацкевич через это агентство. И в целом, типа, поляки просто, вот, болельщики, фаны, они выступили против вот этого вот управления. Ну, возможно, да, но все равно ты когда-то не знаешь, что там внутри, то есть, ты не поймешь. Просто если так исходить то, что мы знаем, то, что мы видим, тут, наверное, в принципе, да, ситуация произошла плохая, совсем не понятно, но, в принципе, к этому, наверное, все такому именно к уходу из команды. К уходу оно, судя по всему, и шло, да. Не сегодня, так завтра, не в этой ситуации, наверное, все закономерно. Хотя, если бы даже, условно, они вылетели, возможно, потом бы, может быть, договорились, что сказали бы, я хочу остаться, и я выйду, условно, вот я понял, кто мне нужен, с этой команды, кого я хочу оставить, с кем я готова пойти дальше, я готов, и я верю, что мы пойдем. Возможно, такое было бы, но... Но, смотрите, если мы возьмем, да, карьеру Александра Хацкевича, и последние матчи, это постоянно какие-то истории. Постоянно какие-то истории, что-то не очень приятное. Три последних места работы, да, это Ротор. Что там? Ротор, Ротор, Кипр и Польша. Ну, Ротор там, ладно еще, но Кипр там, она сама по себе, это команда там со всеми, не считая Хацкевич, с любым тренером, с любым тренером, то есть там такая творится эта... Ну да, но как-то находятся эти вот, соприкасаются тренер и команда. Ну, слушай, кто-то сидит без работы, кто-то согласен на это, на то, что тебе говорят. На такие условия. То есть тут везде все, каждый человек ищет то место, которое он хочет, и каждый человек подписывается на то, что он хочет. Просто именно та команда изначально, если Ротор там еще можно брать, за скобки, то именно та кипрская команда, то есть там авантюра, там, понятно, чистая вода. А здесь тоже, наверное, что было без работы, ну, это когда тебе предлагают, я думаю, там и по финансам были хорошие деньги, плюс стадион супер, я думаю, там... База отличная. Ну, там я уверен, что база отличная и сама по себе для, там, медицины, для восстановления, для проживания, питания. Ну, как они все говорят, это лучшая база во второй лиге. Почему нет? Да, ты условно там минус 10, но почему нет? Ну, не получилось, но поэтому... Ладно, пожелаем удачи в дальнейшем обязательно... Скорейшего возвращения, то есть принять команду и доказать, что он может... И хорошую команду, да, чтобы без всяких подводных камней. Или взять не очень, но сделать из нее хорошую. В общем, в любом случае, удачи на тренерском поприще. Ну что ж, Никит, 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 на этом все, в принципе. Все вопросы, которые мы планировали обсудить, завершились. Ничего, по крайней мере, у меня к вам больше нет. Может быть, у вас есть какие-то темы, которые можно было бы поднять? Да, все обсудили. Никит, 20 апреля. Борис Фаена. Ждем всех. Да, я считаю, что мы будем рады видеть всех на этом стадионе. Надеюсь, что мы соберем полный стадион, потому что дебютная для нас игра. Тем более, можно сказать, такой дерби, Минск, Москва, народная команда, это Спартак, можно сказать. То есть, я знаю, с Москвы очень много собирается болельщиков Спартака ехать, плюс у нас в Белоруссии много, кто болеет за эту команду, поэтому приглашаю всех, приходите, поддержите, нас будет очень приятно, если мы соберем полный стадион. А там еще разогрев у вас какой? Разогрев очень сильный, кстати, на самом деле, то есть, Тудроцца десятка, это Тудроцца. Тудроцца явно это аудитория, то есть, вот это медиафутбол, а десятка, это один из фаворитов, то есть, самый такой, по финансам, самый богатый клуб сейчас в медиалиге, поэтому разогрев будет классный. Можете весь день на Борисов арену приезжать. Что планируется на Борисов арене? Давай так. Планируется? Да, планируется какая-нибудь медиаактивность. Это я пока не могу сказать. Твое дело спорт, твое дело футбол. Никита, удачи, удачи тренерской деятельности с Де Медиа, удачи с Динамо. С Дюшор Динамо. Простите, пожалуйста. Удачи с Де Медиа, удачи с Дюшор Динамо. Только побед и хорошего настроения и тебе, игрокам, без травм, чтобы все это проходило и без негативных эмоций. Спасибо. Спасибо большое, что пришел к нам. Никит, спасибо и тебе. Спасибо и вам. Итак, друзья, если вы хотите выиграть умные часы Xiaomi, угадывайте счет матча торпеда Белас Батте. Пишите в комментариях, с каким счетом закончится этот матч. Ну и среди тех, кто угадает, мы выберем одного победителя. Друзья, спасибо большое, что смотрите нас. Оставайтесь с нами на банке, ну и досмотрите до конца. Для вас еще небольшой музыкальный сюрпризик. На банке, на банке, это имя гремит. Футбольный проект все сердце покорит. Разбор, интервью и квизов, азарт. Здесь каждый фанат найдет свой формат. На банке, на банке, смотри про футбол. На банке, на банке уже год не прикол. Полна эмоций накроет с головой, зрите, поверь, наш футбол живой, живой.